Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Барнаульские депутаты будут выбирать мэра открытым голосованием. Однако с этим согласны не все. Уже не аптека, а в здании католической церкви прошла первая рождественская служба 21 века. Снежные бабы и мужики в Барнауле прошел чемпионат по лепке снеговиков. Барнаульские депутаты будут выбирать нового мэра краевой столицы открытым голосованием. Это решение народные избранники приняли сегодня на заседании Городской думы. Несмотря на то, что изменения одобрило большинство, вопросы возникли у всех фракций. Но председатель комитета по законности и местному самоуправлению Иван Огнев подчеркнул, люди должны знать, за кого голосуют их представители. Он призвал коллег, цитата, «не бояться ответственности». А позже ему пришлось назвать города, где такую процедуру уже проводят. В Бийске, например. Но это не убедило оппозицию. Вся она проголосовала против. Воздержались двое депутатов «Единой России». Открытые выборы мэра пройдут уже в середине февраля. Лучше остаться дома. Алтайские трассы перекрыты из-за сильного ветра и нулевой видимости на дорогах. Проезд закрыт для большегрузов и пассажирских автобусов на федеральных трассах Чуйский тракт от Барнаула до Бийска, Барнаул-Рубцовск до границы с Казахстаном и ряде других. Для всех видов транспорта, в том числе и легковых машин, движение ограничено на дорогах от Зминогорска до Новосибирской области, от Поспелихи до Казахстана. Проезд откроют, как только погода наладится. Дороги не перекрыты, но движение затруднено в самих населенных пунктах. Так, в Барнауле с самого утра большие пробки, под снегом гололед. Власти и сотрудники ГИБДД просят водителей пешеходов быть осторожными по возможности воздержаться от дальних поездок. Даже в непогоду экстренная помощь врачей крайне важна. В регионе появилась детская служба медицины катастроф. Правда, официально ее так не называют, но по сути она работает по аналогу со взрослой. С начала декабря врачи Краевого центра охраны материнства и детства онлайн могут следить за тем, что происходит в отделениях реанимации пяти городов края. При необходимости они готовы доставить ребенка, например, на вертолете в краевую столицу. Подробности в нашем сюжете. Стабильно, тяжелая, пока без отрицательной динамики. Все. Мини-совещания в небольшом кабинете проходят несколько раз в день. На экране детские реанимационные отделения Бийска, Рубцовска, Алейска. Пока в системе всего пять городов. Это сделано для того, чтобы мы на местах видели именно картинку реальную. То есть, что сейчас, в данный момент происходит в реанимационном отделении, в какой-то районной больнице. Чтобы мы увидели истинные показатели витальных функций ребенка. Чтобы мы знали, какие у него параметры на данный момент. Как быстро вмешаться в эту ситуацию. Как помочь в данную ситуацию. Как проконсультировать врача, который находится рядом с ребенком. И при необходимости эвакуировать его к нам. Только в декабре такая необходимость встречалась часто. В Центр охраны материнства и детства было доставлено 44 ребенка. Собственными силами своего коллектива сформировали на данный момент две. При экстренной необходимости три реанимационные бригады. Нам было передано соответствующий автомобильный штат. Соответствующее оснащение. На сегодняшний момент мы готовы в две бригады и осуществлять транспортировку. Плюс к нам помогают бригады города Рубцовская и бригада города Бийска. Вот так выглядит тот самый транспорт, которым доставляют пациентов из городов и районов края. Реанимобиль оснащен всем необходимым оборудованием. В том числе и для перевозки младенцев. Инкубатор, поддерживающий температуру тела ребенка. То есть ребенок здесь не охладится, а будет поддерживать нормальную температуру. Кстати, наша съемочная группа сегодня стала свидетелем того, как работают врачи в штормовую погоду при низкой видимости на дороге из Бийска. Был доставлен малыш, которому всего месяц и 10 дней. Сколько набирали? Два часа. Осложнением после ОРВИ стала пневмония. Экстренная помощь врачей Центра охраны материнства и детства была оказана малышу сразу по приезду в Барнаул. Кстати, при необходимости перевозить детей с пороками развития сердца в специальных реанимобилях и вертолетами могут и в федеральные центры. А еще до конца 2019 года оснастить видеомониторами. Планируют все оставшиеся 13 реанимационных отделений детских больниц края. На эти цели из бюджета выделили 1 млн 370 тысяч рублей. Врачи уверены, вложения окупятся сполна. Ведь накануне просто здоровье детей, но и их жизнь. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. День с толком. За выработанное тепло. Минстрой Края в своем письменном комментарии пообещал, что зарплату рабочим в полном объеме выплатят до конца года. В министерстве отметили, что жалоб на низкую температуру в домах и учреждениях рабочего поселка Благовещенко не поступало. Между тем, рабочие котельных сообщили нам сегодня, что снизили подачу тепла на 8 градусов. Это и есть их протест. И продолжат это делать, пока не получат заработанное. Руководители района на котельную приезжали, но с другой целью. Он ездил по котельным, прокурором. Прокурор грозился дело завести за саботаж. Я говорю, а какой саботаж? У нас мы беспризорники. У нас ни начальника нету, ни мастера, ни инженера, никого. Мы хочем топим, хочем не топим. У нас нету начальника. Напомним, котельные остались без директора и даже бухгалтерии в начале декабря. Сейчас этот вопрос также будет решаться. Продавать котельные их собственник Константин Вальтер, как рассказал нам сегодня, не собирается. Предприятие Алтай Теплосервис Благовещенко будет существовать и впредь. Первая церковная служба в 21 веке прошла сегодня в новой католической церкви Барнаула на проспекте Ленина 44. Неделю назад там еще торговали лекарствами, а теперь у здания точно началась новая веха. Действительно, рождественская история. Помилуй нас, берущий на себя веки мира. Это первая рождественская служба в 21 веке. В 88 лет в этом здании не звучали молитвы. Та самая католическая церковь на Ленинском проспекте, которая стала жертвой репрессий. Ее закрыли в 1931 году. Спустя 5 лет костел перестроили под аптеку. Еще неделю назад здесь продавали лекарства. Еще стоит запах медикаментов. Теперь сюда приходят лечить не тело, а душу. Мы готовили честную церковь, поэтому сегодня очень довольны. Всегда мы ходили на матросов. Я думаю, это очень хороший подарок Господь дали нас. В Барнауле живет несколько тысяч католиков. Среди них много итальянцев, немцев, поляков, армян, много русских. 28 лет назад католическая община начала бороться за костел. Здание не хотели возвращать в церкви. Барнаульцы уже привыкли, что здесь расположена аптека. После многочисленных судов с краевыми властями аптеку все-таки подвинули на 30 метров. В соседнее здание на Ленина 42. Сейчас католикам предстоит глобальная реконструкция. Вместе с историками-архитекторами они будут восстанавливать первоначальный вид костела. Работы начнутся летом 2020 года. Будет иметь такой исторический облик, какой был в 1913 году. Мы уничтожим все, можно сказать, до стен. Снимем второй этаж, потому что его не было. И вернем облик такой, какой был раньше. Это был неоготик. То, что здание аптеки вернули католикам за неделю до Рождества, прихожане считают огромным подарком для верующих. Ну а кто-то настоящим чудом, ведь здание наконец-то вернуло свой смысл и историю. Ирина Корчегина, Илья Халяпин. День с толком. Снимут с продажи. Краевой Роспотребнадзор составил список опасных смесей, которые планируют изъять из свободного доступа. Об этом заявили на заседании Антинаркотической комиссии Края. Сейчас в большинстве регионов России СНЮС легален. По закону его можно продавать даже детям. Что и происходит. За последние дни в реанимацию попало сразу три школьника с отравлением от СНЮСа. Краевой Роспотребнадзор нашел лазейку, чтобы все-таки ограничить продажу этих смесей. СНЮС – пищевой продукт, а значит, у него должны быть соответствующие документы и маркировки с указанием срока годности и возможного вреда организму. Но в ходе рейда специалисты выяснили, что далеко не все продавцы с НЮСом соблюдают эти нормы. Вынесено 147 постановлений и судебных решений о привлечении нарушителей к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов составила более 1 миллиона рублей. Приостановлено 134 партии табачной продукции в количестве более 3000 пачек. Роспотребнадзор уже предупредил барнаульских бизнесменов, что их ожидает административная и уголовная ответственность в случае массовых отравлений от табака несовершеннолетних. И, к слову, в Госдуме уже обсуждают законопроект о запрете оптовой розничной торговли любыми сосательными и жевательными смесями. Когда героем может стать каждый, в Барнауле наградили участников проекта «Герои с нашего двора». Это дети, которые своим упорством добиваются больших результатов в спорте и в культуре. Некоторые из них начинают путь побед с 6 лет. Проект «Герои с нашего двора» создан, чтобы показать и рассказать о юных чемпионах, которые живут рядом с нами. В этом году к традиционному спортивному направлению добавилась и культура. Внимание обратили на скрипачей, хористов и многих других. Они не знают ни каникул, ни выходных, ни слова «поживеть». Они работают, работают, работают и достигают просто удивительных результатов. А в 2017 году на Алтае проект начинался со спорта. Так на территории края уже узнали, например, о Григорие Атланове, парне с Первомайского района, одном из ведущих волейболистов и легкоатлетов муниципалитета. Из нового героя в Данил Гладков к «Боксер края». Именно такую форму мотивации выбрали авторы проекта «Герои с нашего двора». Попадают на билборды только те, кто добивается весомых успехов в спорте и культурной деятельности. Есть отбор. За три года расширился и продолжает развиваться. Уже в проекте занято 650 участников. Это хорошие цифры. Мы после Новосибирска находимся в рейтинге под номером один, кто реализовывает так ярко и масштабно этот проект. Героев с нашего двора замечают уже в 18 регионах страны. На Алтае их видят жители Барнаула, Бийска, Белокурихи и десятка муниципалитетов. Друг с другом герои знакомятся на таких отчетных встречах. А жители края узнавать о юных талантах в спорте и культуре в следующем году будут в специальном журнале. Дарья Демиллер, Андрей Дреер, Илья Халяпин. День с толком. Самый веселый, самый креативный, самый спортивный чемпионат по лепке снеговиков состоялся в Барнауле. Над созданием снежных человечков трудились семьями, даже школьными классами. Своего снеговика, вернее снежную бабу, слепила и наша редакция. В теплую погоду снег липнет не всегда. И участникам соревнования по лепке снеговиков немного не повезло. Не любите снеговиков? Да. Любим, конечно, но это очень трудно. А в чем трудность заключается? Снег иногда не липкий, а иногда липкий. Удивительно. Очень тепло, а снег почему-то совсем не липнет, посмотрите. Нет, хачком липнет, конечно. Но вскоре все команды нашли решение. Рассыпчатый снег поливали холодной водой и он начинал приобретать формы. Самые разнообразные от хоккеиста до пляжной красотки, от одного большого снеговика, целой снежной семье. Он приедет на соревнования, то есть будет мальчик и девочка. Водитель получается мальчик, девочку мы и делаем. А кого вы лепите? Банчик. Вот у нас как раз есть дверь. Это же здоровый образ жизни. Так что это сейчас все проделаем. Почему решили именно такой образ ему создать? Ну неотъемлемый атрибут здорового образа жизни – это баня. Как же без бани? Сейчас все будет. Сейчас мы делаем шапочку и вам покажем, что у нас получится. Лепили снеговиков на скорость 40 команд. Это больше 200 человек. За 45 минут нужно было не просто создать снеговика, но еще и придумать его историю и презентовать. Команда нашего телеканала тоже попытала счастье. Хоть и не с первой попытки, но слепила снежную барышню. Сначала мы думали, что у нас будет Микки Маус. Мы хотели сделать веселого снеговика с ногами наверх. Но потом обстоятельства так сложились, что вот у нас женщина, которая ждет. Вот она домохозяйка, она в ожидании своего счастья. Вот как бы вот готова вся. Уже и фартук она вот готовит, она подарки готовит. И как бы, ну вот такая веселая, забавная женщина-ждун. Из 40 снеговиков выбрали только 5 самых лучших. Но главное в этом соревновании точно не победа. Этот конкурс стал праздником для детей, сплотил коллективы и семьи. Лепка снеговиков на скорость прошла в парке Алексея Смертина впервые. Но участники уже ждут повторения на следующий год. Полина Жданова, Николай Шелко. День с толком. На этом у меня все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». Спасибо, что остаетесь с нами. До встречи. Продолжение следует...